Так, доброе утро, дорогие друзья. Доброе, добрейшее, веселейшее тамузское утро. Сегодня, видите, у нас тамуз, и в Турции тамуз тоже. Вообще удивительно, как много. Я думал, что только евреи не празднуют, отмечают тамуза. Оказывается, нет. Вот зайдите, пожалуйста, если хотите. Зайдите и спросите, как по-турецки. Месяцы по-турецки, да? Вот, пожалуйста, сейчас прямо наберу. Месяцы в Турции. Так, вот они пишут. Сезон по месяцам. Погода в Турции. Зачем вам погода? Название месяцев. Название месяцев. В Турции. Все. И что вы думаете? Месяц, январь, осад, февраль, шубат. Интересно. Март, март. Апрель, ниссан. Май, маис. Значит, май, маис. А июль, вот, пожалуйста. Хазиран. Почему Тазиран? А июль таму, не понял. Хазиран. А что такое таму? Тэмус. Да. У них месяца года, вот. Июль. Тэмус. 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 Видите? Значит, мы по Турции, оказывается, говорим. Все. А и сентябрь у них будет? Эйлюль. 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 Понятно? А этот самый, апрель? Ниссан. Ниссан. Точно как у нас. Для меня это удивление. Хорошо. Все, значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Итак, значит, а мы продолжаем изучать Тору. Сегодня на 19-й атамусе у нас такой вот урок из книги Айом-Йом. Говорит, из обычаев, которых придерживался Рэбэ Шалом Довбэр. Это Шалом Довбэр, это пятый Рэбэ Любавичский. Во время путешествий, даже если приходилось по несколько месяцев жить на одном месте, он каждый день произносил дорожную молитву. Есть специальная дорожная молитва, которую произносят, выезжая из дома, и когда ты не дома. Значит, есть, которые ее произносят, вот выезжаешь ты из дома, ты ее произносишь один раз. Но он ее произносил каждый день, даже если несколько месяцев жил в одном месте, но не дома. Но вот тут, смотрите, без полного имени Всевышнего, в конце благословения. Значит, что это значит? Когда мы произносим любое благословение, вот, например, эту молитву, дорожную молитву, да, там в конце всегда благословение заканчивается. Барух Ата Ашем. Идет имя Всевышнего, как в молитвах мы его произносим. Барух Ата Ашем. Шаме Атфила. Слышащий молитву, да. Так, теперь, Барух Ата, благословен ты, можно говорить хоть миллион раз в день, вот, просто это обычные красивые слова, благословен ты, Барух Ата. А Бог, вот это вот имя на иврите, которое мы говорим только в молитвах, можно произносить только в молитвах, да. Вот это вот очень, значит, важно. Есть такая, на десяти заповедях даже написано, что не произноси имя Бога впустую, да. Значит, Лоти Саид Шамашем Ша, то есть впустую нельзя произносить имя Всевышнего. Это ты в этот момент как включаешь совершенно такую особенную святость, и поэтому это можно произносить только в молитвах или во время изучения Торы. Теперь, что сделали люди, которые учат Тору, которые говорят и думают все время о Боге, но не только в молитве. Они говорят Ашем на иврите. Ашем это имя, имя его, да. The name на английском была бы, как бы с определенным артиклем. Когда мы говорим имя его, да. Паруха та имя его, благословенный имя его. То есть мы все знаем, о чем идет речь, но мы не произносим, как в молитве надо произносить. Чтобы не нарушить заповедь, не говори, не произноси имя Всевышнего впустую. Так Ребедов Бер, он произносил все благословение. Но так как есть сомнения, что нужно каждый день произносить, пока ты в дороге, потому что по Шелхоноруху, насколько я помню, только когда ты выезжаешь в дорогу, то получается, то получается. Значит, он делал больше, чем надо делать, это Хасид. Но чтобы не нарушить, он в конце произносил имя, без имени Всевышнего, он просто говорил Ашем, благословенный Ашем. Ашем это имя его. Понятно, да? То есть если мы не знаем... На русском мы произносим слово Бог, как бы Бог, оно и является, это не является святым словом. Это является слово, которое мы обозначаем создателя мироздания, Бог. То есть, поэтому можно говорить, слава Богу, хоть сто раз в день. Но на иврите мы не говорим вот это слово, которое мы произносим в молитвах, а мы говорим Барух Ашем, благословенное имя его. То есть мы как бы говорим о нем, но не упоминаем, как в молитвах произносим его имя. Понятно, да? Все. Чтобы было всем благословение, полное благословение, да. Хорошо, двигаемся дальше. По дорожной молитве. Значит, в любом молитвене у тебя есть дорожная молитва. Ее надо читать, когда ты выезжаешь, и ты едешь по пустому пространству больше, чем километр. Да, хотя бы, чтобы не было жилья никакого. Так как сегодня, путешествуя по Израилю, практически нет таких мест, что ты выезжаешь за пределы города, и потом... А, то есть ты должен выехать за пределы города тысячу метров. Еще потом тысячу метров, чтобы не было жилья. То есть две тысячи метров, чтобы не было жилья в Израиле... Ну, есть, конечно, такие случаи, но мало. А когда ты вылетаешь на самолете и так далее, надо читать дорожную молитву. Дальше. Вторая книга «Обретение неба на земле» продолжает нам вчерашнюю, вчерашнюю идею про Авраам, Ицкак, божественное все или все божественное. То есть идея очень сложная. Это именно такая очень глубокая, глубокая такая вот идея, абстрактная. Но сегодня книга это ее продолжает. Давайте посмотрим на нее, на эту идею. В каждой дороге есть то, чего не хватает другой. Понятно. Значит, когда ты идешь по какому-то пути, то понятно, что ты в это время не идешь по другому пути. И идеальных путей нет. То есть направо пойдешь, там то произойдет, того не будет. Налево то. Нет идеальных людей, нет идеальных путей, нет идеальных работ, нет идеальных дней, нет идеальных детей. Идеален только Всевышний. Всевышний, он без, как сказать, без недостатка. А все остальное, даже в Малибу, есть проблемы какие-то. Наверняка какие-то есть проблемы. То есть в каждой дороге есть то, чего не хватает другой. Теперь, если мы смотрим на дорогу, если божественно все, то туда включена даже тьма. То есть если идти по подходу, что божественно все, то тогда это то, что Авраам шел по этому пути, что он видел за всем Всевышнего. И этот путь такой, он вау, типа, все это Всевышний, божественно все. Какая в нем минус? Но мир не изменяется, ибо тут нет мира, есть только божественное. То есть, а зачем божественному меняться? Если все Бог, значит, все Бог, все отлично, все прекрасно. А как же войны, болезни, страдания? Как же тогда быть с этим? Тоже все прекрасно. Смотрите, есть такой вот путь, я сейчас, как бы, как раз, мне интересно, мне для себя тоже важно, я все время же все для себя. Все люди ищут для себя правильный путь, постоянно, потому что все меняется. И я сейчас, вот этот путь, когда божественно все, лучше всего его отражает в современной нашей, как бы, интерпретации, Рав Шалом Аруш, в книге «Врата веры и врата благодарности». Он говорит, все от Бога, все это ваше божественное произведение. И если тебе что-то доставляет страдания, поблагодари Всевышнего за это, потому что это ты просто не видишь, насколько тебе хорошо. И те люди, которые идут по этому пути, что они получают? Они получают постоянное ощущение кайфа. То есть они похожи на таких психологических, духовных наркоманов, ну, в кавычках, да, что они дошли до такой высокой ступени радости от жизни, да, что им, в принципе, все радостно. Что бы ни происходило, с от веры и с от благодарности, да. Что бы ни происходило, их прям вау, там, утром он просыпается, ему есть нечего, жить негде, спать негде. Его там вообще в тюрьму по какому-то навету, там, кто-то его обманул, в тюрьму посадили. А он такой говорит, слава Богу, вообще Всевышний, какой ты интересный, вот это ты даешь вообще. Я пока не вижу, конечно, ничего хорошего, но это я точно увижу. Я все равно тебе благодарен, я вижу. Это путь называется божественное все. И туда включена даже тьма написано. Но мир не изменяется, ибо тут нет мира, есть только божественное. Это минус этого пути, то есть тебе не надо ничего менять. У тебя болит живот, и слава Богу, живот болит, класс, спасибо тебе, Всевышний, за боль эту. Ты так меня любишь, ты меня не забываешь, у меня живот болит, да. Спасибо тебе. Они даже к врачу не ходят такие люди, потому что, а чем мы идти к врачу, если Всевышний ему дал боль, значит, Всевышний знает, что ему давать. Понятно. Теперь, если все божественно, но есть второй путь, все божественно. Это путь, который был Ицхака. Вы преобразуете мир, откапывая и отбрасывая тьму, отыстивая искры божественного. Но тьма остается нагроможденной снаружи. Это был второй путь, эта дорога была Ицхака. Теперь есть третий путь, дорога Яакова. Был Авраам, Ицхак и Яаков, праотцы. У них были разные пути служения, но вот это три как бы базовых, три пути основы. Дорога Яакова означает найти то, что является всем в каждой вещи, и принести то, что за каждой вещью во все. Он знал Бога, который одновременно вне и внутри. Для Яакова тьма тоже свет. То есть, ну, Яаков, он соединял два этих пути. Я не понимаю, кто понял, понял, кто не понял, не понял. Был такой великий комментатор Торе, Рамбан. Рамбан, он писал такие комментарии, которые, ну, невероятно глубокие и каббалистические. На русский язык перевели его комментарии. Вот есть книги, вот такие вот большие. Это комментарии Рамбана, вот так они выглядят. Комментарии Рамбана на Тору, да? Вот, книга Берешит и с комментариями Раби Муше Бен Нахман, издатель Сапардес. И тут его комментарии прямо на русском языке, большими буквами. Все, кто хочет учить Тору, очень полезная книга. Так вот, он многие свои комментарии, он заканчивал словами такими. Он говорит, а мы вин, я вин. Тот, кто понимающий, он поймет. Ну, а кто не понимающий, не поймет. Вот здесь, с этой книгой «Обретение неба на земле» я могу закончить тем же комментарием. Понимающий поймет, а кто пока не понимает, пока не поймет. Но есть два пути. Есть путь, когда ты видишь реальное зло, и ты из этого зла вытаскиваешь каким-то образом добро, борешься со злом. Ты видишь, что все равно все от Всевышнего, но ты видишь, что Он дал этот мир тебе для того, чтобы убирать зло. И это путь такой борьбы, такой тяжелый путь борьбы. А есть путь, который ты видишь, что все это божественное, и ты понимаешь, что есть ты в этом мире, нет тебя в этом мире. Будешь ты с этим бороться, не будешь ты с этим бороться, ничего не изменится. То есть изменится для тебя, да, для тебя может все измениться. У тебя свобода выбора. Ты можешь воевать, ты можешь расслабляться, ты можешь уйти вовнутрь себя медитировать и ты можешь полностью быть снаружи, жертвой от собой и так далее. У тебя свобода выбора. И есть, видите, три пути. Первый путь это такой, назовем это как словом понятным, ну может не всем понятно, буддисты идут этим путем, лявдель, да. Да, все принять, отказаться от всяких желаний, от всех изменений, все божественное, божественное все, все это Всевышний делает, все, он знает, что делать в этом мире, я только его благодарю и верю в то, что он разберется со своим миром лучше, чем я буду с ним разбираться. И он и с моим миром разберется, и со всем он разберется, а я расслаблюсь. Да, теперь, теперь дальше, теперь дальше, значит, второй путь это бороться, включаться, быть в деталях, тоже хороший путь. Третий путь знать, когда включаться, когда не включаться. То есть, можно включаться в работу и в поиск, ну работу с собой, а с людьми быть наоборот, добрым и все принимать. Есть путь с людьми не принимать, а с собой все принимать. Яков, он знал, вот Яков это как он на лицетворение Торы, когда и что точно надо сделать. Потому что мудрейший из людей в Экклезиасте, царь Соломон, он говорил нам в Каэлите, что всему свое время. Есть время воевать, есть время для мира. Есть время собирать камни, разбрасывать камни, сшивать, рвать, говорить, молчать. Он говорит, нет ничего однозначного в этом мире. Даже в конце он говорит, что, и знаю, он говорит, да, То есть, даже в хорошем может быть какая-то примесь плохого, и в плохом может быть примесь хорошего. Все здесь настолько неоднозначно, что просто удивительно. И дальше идет недельная глава у нас, Матод она называется. И сказал Бог Моше, говоря, Отомсти, дай возмездие за сынов Израиля, Мидианам, Мидианитянам, А после приобщись от их народу своему, а после ты умрешь. Значит, опять мы видим здесь Богов совершенно в таком непривычном для нас выражении, Отомсти, мидианитянам. Бог сказал, есть заповедь, не мсти и не будь злопамятным. Это одна из 613 заповедей. Нет, две это. Не мсти это одна, и не будь злопамятным. Это вторая. Зачем Бог нам сказал, не мсти? А тут он говорит, отомсти. Непонятно. Читаем устную тору. Отомсти, мидианитянам, но не мавитянам. То есть, если мы помним главу Балак, то Балак позвал мидианитян и позвал Беляма, чтобы проклясть еврестий народ. То есть, получается, Балак был зачинщиком, Балак был инициатором. И, в принципе, это мавитяне были инициаторами вот этого вот фестиваля мавитской-израильской дружбы, где совращали мавитские женщины и мидианские женщины совращали сынов Израиля. И да, получается, что в конце концов глава Колена Шимона согрешил с принцессой мидианской. Но почему мидианитяне? Им надо отомстить, а не мавитянам. Устная тора намраша отвечает на этот вопрос, потому что мавитяне, у них был мотив, они двигались в страх, их мотив был в страх. Они боялись, что Израиль на них нападет. И, значит, у них был мотив какой-то, и Всевышний понимал их мотив, он читал сердца. И он понимал, что да, мавитяне боялись за себя, поэтому они нападали, поэтому они воевали, им мстить не надо. То есть тут, так сказал Всевышний, мидианитяне, они вступили в этот спор, который их вообще не касался. То есть поэтому они сделали большее зло. Они влезли в ситуацию, которая их конкретно не касалась. Они никак не соприкасались с Израилем. Они были кочевники, у них не было земли. Зачем они влезли? Какая им разница? Куда идет Израиль? Что он делает? Понятно. Теперь второе есть здесь объяснение, что почему не надо было мстить мавитянам? Потому что в итоге из мавитян должны были выйти две замечательные женщины. Одна из них это была, значит, одна из них была Рут Мавия, Рут Мавитянка, которая стала бабушкой царя Давида и которая прошла Ди-Юра, которая является олицетворением праведных геров, праведных пришельцев, которые приходили, присоединялись к народу Израиля на протяжении всех поколений. И потом в следующем поколении была Наами, ее звали Наами, Наама Амунит, жена Шлома Амелыха и мать Рехавама. Тоже это продолжение от них пойдет на шеях. Мы видим отсюда такую вещь, что Всевышний учитывает все параметры, все факторы в человеке учитывает Всевышний, когда человек получает свой, как суд это называется, на языке Торы. Но по факту каждый из нас все время находится на пересечении разных векторов. То есть вот следующий день, следующий год, следующий месяц человека зависит от того, что он делал в прошлом, от его мотивов, от его намерений и от того, что он хочет сделать в будущем. То есть мы видим, что первое объяснение, Всевышний учитывал мотивы маовитян, поэтому он сказал, не надо им мстить, у них есть мотив, который оправдывает их. Второе мнение, это то, что у них есть в будущем, у них есть такая большая заслуга перед Всевышним, что это является причиной сегодня их простить. У медианитян не было этих двух причин. Давайте подумаем, почему. Итро был из медианитян, то есть у них в прошлом было, в принципе, что-то хорошее. Но это было в прошлом. В будущем, видно, уже ничего не было хорошего. Потому что Итро пришел, вся своя семья вместе с ним присоединилась к народу Израиля, стали евреями верующими. Они, кстати, интересно, они не стали евреями. Есть такой народ, называется Друзы. И они считают, что их вера, Друзов, это вера Итро. То есть Итро для них является родоначальником их веры. Они верят в единого Бога, Друзы. Но у них очень тайная вера. Никто не знает, как точно они верят. У них все скрыто. Они никому не открывают свою, как внутреннюю, как они там служат, ритуалы и так далее. Никто не знает. И к Друзам нельзя присоединиться. Нельзя стать Друзом. То есть Друз это только тот, кто родился у папы и мамы Друзов. И, значит, они говорят, что они произошли от Итро. Хорошо. Значит, что мы увидели, понятно. Теперь Мушер Абейну получил этот приказ. Он понимает, что после войны он умрет. Но он сразу же начинает выполнять приказ Всевышнего. И сказал Мушер Народу, говоря. Выделите сейчас от вас людей в армию. И будут они воевать с Мидианом, чтобы совершить возмездие. Отомстить месть Бога Мидиану. Мы видим, что, кстати, тут интересно, почему не приводится третье объяснение. Третье объяснение, с него начинается Тора. Тора начинается, почему, устная Тора, Раши, на Тору объясняет так, что почему Бог начал сотворение мира. Тора же это набор заповедей для еврейского народа. Почему Бог начал, Берешит, Барайл, Утим, почему Бог начал с того, что Бог сотворил, вначале сотворил Бог небо и землю, и рассказывается о сотворении мира. И там первый комментарий говорится так, что потом придут народы, скажут народу Израиля, как вы захватили землю Израиля. А мы им ответим, вот Бог сотворил небо и землю, он кому хочет дает землю, кому хочет забирает. Вся земля принадлежит Богу, а Бог ее распределяет между народами. Теперь, так здесь может быть ответ простой, что почему Бог сказал воевать Мидиану. Ну и здесь написано, что это будет месть Бога, а не месть еврейского народа. Потому что у Мидиана, в связи с последними их поступками, когда они совращали сынов Израиля, у них наполнилась уже чаша их греха, как был с домом Амора, которые существовали, процветали, были самые богатые города того времени, когда Лот выбирал, где жить. Он посмотрел цветущая долина, у них был просто райские условия. Но из-за того, что они не хотели никому помогать, из-за того, что они установили антибожественные законы, из-за этого Всевышний сказал все, наполнилась их чаша греха, наполнилась и уничтожают с домом Амору. Здесь тоже третье объяснение, оно подходит всегда. Если Бог сказал уничтожить Мидиан, значит, у них была уже, их чаша грехов была наполнена. То есть, есть третье объяснение. Первое было объяснение, что у Мава были мотивы, у Мидиана не было мотива, и мера за меру. То есть, как они без всяких мотивов напали, так же Бог сказал, то есть, а чего нужны мотивы. Если ходит хулиган какой-то, бьет людей просто по улице без мотива, вот просто ему хочется бить, то тогда, когда к нему кто-то подойдет и ударит его битой по голове, он что, спросит, а меня за что? Ну, а что ты спрашиваешь, за что? Ты же бьешь ни за что, значит, и тебя можно ни за что ударить. Это как бы первое объяснение по-простому. Второе объяснение, почему Мидиан, а не Муав, потому что в будущем нет никаких заслуг. То есть, Всевышний знает направление, куда идет человек, поэтому он приказал уничтожить у этого сына Сурер в Мурер. То есть, когда он видел, что динамика развития этого сына, то он говорит, лучше убейте его, потому что иначе это будут такие в будущем неприятности. То есть, динамика, куда идет человек. И третье объяснение, что все вместе наполнилась чаша, и Всевышний сказал, все, народ Мидиан, до свидания. А народ Израиля был просто тогда инструментом по выполнению этого божественного суда. Все, друзья, удачи и успехов, чтобы было у всех рифлашлыма, полное выздоровление, чтобы Всевышний слышал молитвы нашего сердца, и чтобы мы создавали условия предпосылки своим торой, служением, добрыми делами, отношением к людям, своими целями и планами на будущее. Чтобы мы создали предпосылки, чтобы Богу было легко нас спасать, выполнять наши молитвы, чтобы не приходилось ему делать чудеса, прям вообще, вот и не знаю, как же ему помочь, ну вообще, ну нету оснований. Ну нету, то есть по законам нету оснований. Так вот, нужно дать Всевышнему, помочь Всевышнему, помочь нам. Дать ему большие-большие основания, чтобы он помогал нам. Мир в душе, мир в семье, мир в стране, мир в мир, все. Удачи, всем успехов, до завтра. Счастливо.